Привет, меня зовут Кирилл Юхин. Я работаю в проекте Tarantul, занимаюсь его, так сказать, разработкой. Моя команда занимается разработкой чуть ли не единственной в России СУБД. СУБД распределенная, вот, с консенсусными алгоритмами, с потрясающей совершенно отказоустойчивостью, с двумя движками, один дисковый, другой memory. Я помню, мне кажется, гораздо больше, чем два предложения сказал, но говорить можно вообще бесконечно про это. Особенность моей команды заключается в том, что мы продолжаем оставаться стартапом. Tarantul что-то около 10 лет, и вот каждый член команды обладает огромной степенью автономности. Практически все ребята, они самодостаточны, прекрасно понимают, зачем они это делают и чего они хотят в итоге добиться. То есть у нас царит вот эта одержимость технологии. Мы хотим сделать так, чтобы Tarantul был прекрасным, продолжал быть прекрасным, всегда был прекрасным. Потому что, понимаете, это проект опенсорсный, и фактически это весь на виду. Ребята, которые работают в Tarantul, они вот своим кодом, они фактически пишут себе резюме. Потому что будущий работодатель открывает просто их гитхаб, открывает их аккаунт и видит, что там, как там. Реализовали алгоритм синхронной репликации на базе протокола RAFT. Это такой консенсусный протокол. Очень много красивых статей на эту тему. В России, насколько я понимаю, этого сделал еще никто, кроме нас. Мы помогаем людям оставаться и жить, в общем-то, в цифровой эре. Баланс телефона можете проверять онлайн, да, кто ему показывает, кто хранит данные. Tarantul, соответственно, большинство крупнейших компаний, начиная от ритейлинга и заканчивая телекомом и банками, они так или иначе эксплуатируют Tarantul. И мы чувствуем какой-то, не хочется говорить такими канцеляризмами, да, но мы чувствуем какую-то ответственность за это. А я забыл сказать, что это в ВКонтакте Tarantul используется. Какие у нас планы? Давайте так, у нас бэклог из 1200 тикетов состоящих, которыми никто не занимается. У нас недавно возник продакт-тим, у которого планов я не знаю сколько, да, чуть ли не в космос запускать этот Tarantul. И кто-то должен это все, значит, программировать, описывать в документации, тестировать, уметь деплоить, уметь паковать это в энтерпрайзные, в общем-то, вещи. У нас в Tarantul вы можете стать профессиональными системными программистами. Вы научитесь вот этим всем модным технологиям agile, там, и так далее, линк какой-то и все такое. Но это не так важно. Главное, что вы станете профессионалами сиспрога, это во-первых. И во-вторых, вы научитесь работать автономно. Вы поймете, что у вас есть круг задач, которые вы должны сами себе приоритизировать. Вы приходите на работу, и вы сами решаете, что вы будете делать сегодня, что вы будете делать завтра, после завтра, через неделю. Lightning Fast собеседование очень быстро. У нас бывали случаи, когда собеседование занимало ровно один день. Самый длинный какой, я помню, занимал, по-моему, полторы недели. Это вот от первой встречи, значит, собеседующих до оффера на почте. Почему нужно идти работать в ВК? Одним из основных преимуществ работы в крупной компании в том, что вы можете совершать горизонтальные движения практически безболезненно. У нас есть программа, которая позволяет, в общем-то, переходить из отдела в отдел не только внутри Tarantul. Вы можете перейти в наш соседний отдел, который занимается облаками. Или через отдел перейти и заняться гейм-делом, если вам это будет интересно. Вы можете пойти, говорю, в ВК или в ВК. В общем-то, возможностей масса. И это совершенно не требует переустройства, очередных стрессовых собеседований, что-то нервничать, бегать. Это фактически решается на уровне почты. Мы ищем ребят, которые одержимы, у которых есть какая-то цель. То есть, если вы придете сюда заниматься какой-то технологией, и, конечно, вы должны хотеть программировать условно. Вы должны мечтать об этом. У нас есть ребята, которые работают над Tarantul'ым ночами. И не потому, что мы что-то им платим или излишне поощряем. Просто они вот им надо. Понимаете, им нужно копаться в коде. Это не обязательно, в общем-то, касается технологий. Вы можете быть прекрасным дизайнером. Вы должны хотеть стать лучшим дизайнером или, не знаю, менеджером, продактом, кого, кем угодно. Основной и главной чертой кандидата должна стать вот именно вот эта его внутренняя движущая сила, такая проактивность. И я, когда приходил сюда, вы понимаете, что я увидел проект Tarantul в интернете. Я прочитал про него достаточное количество статей. Действительно же, такую штуку никто не делает сейчас, по крайней мере, в России. Я не представляю себя сейчас вообще в другой команде. И не хочу, и не буду.